Я считаю, что они не соответствуют своим должностям, разважая в отставку, Горлов в отставку. Да, я тоже поддерживаю, считаю, что... Беги, Горлов, беги. Как ты бежал с Сочи, беги с Севастополя. Сгущем 15 февраля 2023 год. Войск из республики Афганистан. Но сегодня у нас в городе продолжаются проходить вот эти события. Да, дорогие зрители, это не Турция. Да, кто-то мог подумать, что это Турция, но это не Турция. Это город Севастополь, город федерального значения. Вот, и сегодня мы находимся на улице генерала Мельника, дом 80. Сегодня здесь, вы видите, груда покореженного металла, вот, вот, арматура, столбы. Ужас, жесть просто. Сейчас мы обойдем в кусты по дороге и идем... Юля, добрый день. Здравствуйте. Вы сегодня опять пришли посмотреть, что с домом происходит. Ну, давайте где-то встанем и вы расскажете о том, нашим зрителям расскажете о том, что происходит. Вот, ну, к сожалению, видите, никто сегодня не защитил. У нас сегодня 15 декабря. Я хочу, чтобы нас услышал материк, что творят чиновники в Севастополе. Снимите, пожалуйста. Ну, я уже начал снимать и вот мы видим, работает техника. Работает техника, работают экскаваторы, вывозятся. У меня, кстати, есть один интересный вопрос. А куда же, интересно, будут это все вывозить? Где же это будет такая свалка, где куча будет арматуры? Вот. И, видите, кто-то даже на этом, в общем-то, обогатится, я думаю. Ну, также хочу сказать, что на данный снос правительство города Севастополя из бюджета города Севастополя истратило 9 миллионов по карманам положили. Положат карманам, поделятся с вышестоящими. Ну, понятное дело. Смотрите, что произошло. Я хочу рассказать о произволе, я хочу рассказать о вопиющем беззаконии, коррупции чиновников и нарушении закона правительства Севастополя. самым вышестоящим органом власти и попранили всех прав и ценностей человеческих. Значит, смотрите, реквизиты ПЗЗ. Вот мне сегодня не дали сказать. Это я, кстати, знаю. В Народном фронте реквизиты ПЗЗ. Изначально там мы значились как малоэтажная, многоквартирная застройка. Код 3.1. Реквизиты этого документа 730 ПП. От 29 декабря 2022 года было изменено разрешение земли. Целевого назначения земли этого участка. То есть мы абсолютно законно построили этот дом. Законно! Услышьте! А теперь смотрите. В нем находятся карты, схемы, в которых четко обозначен наш участок. Это мне сейчас закрыли рот. В Народном фронте. Это когда вы сейчас обратились к депутату Парфенову, да? Раз назад, да. С подкодом ЖЗ1. Малоэтажная, многоквартирная застройка. Наш дом стоял по целевому назначению земли. Абсолютно правильно. Вы понимаете, что перед Новым годом нам изменили? Я-то лучше всех это понимаю. Павел, нам изменили назначение земли. И он стоял абсолютно законно. И они сделали 9-го числа, когда начался незаконный снос этого дома, моего дома, будущего моих детей. Вот в этот момент они сделали снос. Получается... Они утром... Подождите, я вам сейчас расскажу. Утром они начали снос в 9 утра. Уже были сносы... 9-го... 9-го февраля этого года, 2023-го. Утром уже был, значит, снос несущих стен. А в 2 часа, есть это все в этом самом... В доступе, в открытом доступе, посмотрите. Было собрание правительства. И в 2 часа они начали как бы назад... С задним числом оформлять. Без каких-то слушаний обечественных. Они меняют нам вид разрешенной земельного использования. Посмотрите, что они делают. Ну да. Они снесли дом, который стоял на законных основаниях. Совершенно верно. 9-го февраля, 9 утра, уже снесли. Не представлялись люди в масках, в черной одежде. Это ВД или это какая-то другая... Я не знаю, кто это вообще. Может, это частная армия Горлова уже. Я не знаю. Горлов же у нас, вы знаете, что высокопоставленное лицо. И он уже на весь город... Это же уже вторая, подчеркиваю, акция устрашения, когда люди в масках одевают маски с закрытыми глазами. Первая была, когда изымали незаконно, и уже прошел суд, незаконные электромобили в Балаклаве. И уже находится весь пакет документов, необходимый для выводов. Я считаю, что в этой ситуации необходимо подключение юристов, прокуратуры. За судовственной думой. Послушайте меня, в день, 9 февраля в 9 утра, когда уже, не представляясь, снесли первые несущие стены нашего дома по улице генерала Мельника 80, Севастополь. Посмотрите, во время спецоперации, когда гибнут люди, когда нет жилья, они несут, они сносят самый качественный дом в городе, которого аналога нет по строительству, он был безопасен, он был качественный, все экспертизы доказали. А днем на заседании правительства, которое состоялось 9 февраля, это есть в общем доску. Два часа это состоялось. Во время сноса, не позднее 400 часов, Развожаев, губернатор города и его горлов, и горлов его заместители, предпринимают очень спешно документ 56 ПП. А и не получится сейчас открыть это уже. От 9 февраля, в котором якобы исправляют свою техническую ошибку. С кода 3.1 и прописывают его не как, значит, малоэтажная, многоквартирная застройка, а прописывают его как среднеэтажную жилую застройку. И посмотрите, как нервничает в Народном фронте, как нервничает горлов, когда я это говорю. Он заносит, это брет человек. А он понимает, реально ответственность. Он нервничает, он краснеет, его вот так колбасит. Посмотрите на лицо чиновника. Юлия, ну я хочу сказать... Я верю, что это делается специально для отвода глаз, задним числом. Этот документ подтверждается в 56 ПП. Другими словами, горлов и Развожаев, губернатор, делают подлог. Они уже его сделали. Да, подложные документы с задним числом, чтобы не оказаться на скамье подсудимых за то, что они незаконно скислив наш дом. На генерала Мельника, 80, Севастополь. Услышьте, Москва, услышьте нас, который стоял на земле, соответствуя своему целевому назначению. А сейчас они подчищают, но они не успеют подчистить, потому что у нас есть стриншоты. У нас есть полностью видеорегистрация. Горлова били в Краснодаре за его бурную деятельность в Сочи. Он бежал, приехал в Крым, и тут занимается незаконным сносом. То есть геноцидом, произволом практически. Снос. Есть уже документы. Горлов оценил в 9 миллионов. Это в разы завышенное. Построен тут недострой. Правительство положило себе в карман необоснованную и несправедливую прибыль чистыми деньгами. Миллионы здесь. Здесь речь идет о коррупции власти. Люди, вложившие свои единственные средства, останутся нищем. И на улице, и на съемных квартирах старики и дети. А им плевать на это все. Это недопустимо и бесчеловечно. Это все делают понаехавшие власти. Эшелон власти. Высшие власти Севастополя. Пожалуйста, смотрите, что творится. Юля, а скажите, пожалуйста. Дворят, что надо и нечего въебываться. Как еще раз? Вот так вот. Как вы говорите? Наука была другим. То есть вы считаете, что дом снесли законно, да? Свои правила устанавливайте. Хорошо. Потому что хочу, что ворочу. Спасибо вам огромное за вашу гражданскую позицию. Спасибо вам. Да, я здесь деловая вся из себя. В таком месте заблевать, что такое. А вам сколько заплатили? Мне ни копейки никто не заплатил. Еще не заплатили. Ну, после обеда дадут деньги, вы отвечали. Спасибо большое. Да. Ну, понятно, что проплаченные люди подходят и... Посмотрите на этот. Да. Видел? Ясно. Это власти хотят нажиться на людям. Ну, я вам скажу, что... За произносов 9 миллионов. Количество пострадавших более за 120 человек здесь говорят, да? 135. 135. Более 135. С детьми и со стариками. А еще скажите, вы видите, вот там внизу имеется на паспорт объекта, да? Да, да. Там на нем указано, что... Парки и скверы. Они не имеют права. У них есть лицензия на это. Не имеют права производить сквер. Не имеют права. Мало того, когда они начали производить снос 9 числа, ни одного документа не предоставили. Это грубое нарушение законодательства Российской Федерации. А скажите, пожалуйста, а присутствовал в СССР кто-то из СССР? Никого из приставов не было вообще. То есть это как раз ты говоришь, что это незаконно. И в этот день Разважаев дал команду и сделали задним числом, отмотали назад якобы, решение правительства поменять назначение земли на то, что вы сейчас видите. А до этого он стоял законно, абсолютно законно. Абсолютно законно. Просто эта земля кому-то нужна, кому-то это выгодно. Раза только взорвали дом на улице Капитанской. И в принципе это такое безобразие, когда в стране полно людей, которые без домов, без жилья живут. Но уже на крайний случай, если вы такие законники, вы такие умные люди, возьмите. У нас много воинов, которые проходят сейчас специальную военную операцию. Многие из них вернутся оттуда коллегами, инвалидами и прочее. Но для них бы оставили этот дом, дали бы возможность. Нет. Павел, мы предлагали на комиссии по проблемным домам Разважаеву. Возьмите этот дом по себестоимости за те копейки, которые это было куплено в те годы, в 2018 году. Но никто этого не захотел. И отдайте людям, которым плохо, которые воюют, которые остались без жилья. Сделайте это. Пойдите людям навстречу. Они плевать хотели на нас, на наших детей, на стариков. Это кто вообще такие? Кто вы тут понаехали, блин? А с материка? Чтобы уничтожать, чтобы заниматься геноцидом. Ну да. Ну вообще, как бы, есть такая даже информация. Слуги народа. Посмотрите, что вы творите. Вы уничтожаете. Добротный, качественный, не имеющий аналогов. Мы же никуда не торопимся. Это людские деньги. Вы перешли все границы. Вы переступаете. Вы по костям идете. Вы понимаете, что вы идете по костям? Вы через моих детей переступили. Через мою мать 75-летнюю, у которой диабет второй степени. Которая еле живая сейчас. В ужасе, в шоке от того, что творится. Вы переступаете через детей, через стариков. Ну да. И статья устала. Мало того, я привезла священника, и он его освятил. Я в курсе. Он на коленях стоял в этом доме. И просил высшие силы, помогите. Он сказал, он не будет. Он не будет разрушен. Что вы сделали? Ну развязка будет. Вы это сделали в день домового. Домовой, во-первых. Во-вторых, священник. Вы будете прокляты и землей, и небесами. Ну, будем наблюдать тебя за жизнью Горова. Я буду пренежительно относиться и к развожаю Горова. Потому что то, что им сделано... Абсолютно поддерживаю. Всю жизнь Горлов я буду тебе скиться. Я и мой дом. Боженка, бог не прайер, он все видит. И все он понимает, и знает, за что и кто понесет эту ответственность. Это, конечно, ужасно просто. Ну, сегодня 15-е, подчеркиваю, 15 февраля 2023 года. Будем приезжать, будем смотреть. Мною начато журналистское расследование. Я думаю, что в эту папочку вложатся все документы. Все только начинается. Хотя у меня есть даже информация, что, как мне сказали, что кто-то даже поблагодарил Горлова за хорошую работу. В кавычках. Что он хорошо, типа, сработал. И это фактически... Эта информация сейчас уже расходится по всей Российской Федерации. И это как бы... А потому что у них, Павел, у них есть ресурсы. У Разважаева, у Горлова, им предоставлен огромный ресурс. Вот в том-то и дело. И они творят чудеса. Вот в том-то и дело. У них подключены люди, медиаресурсы. Они блокируют меня везде. Стоит мне только слово сказать, меня везде заблокируют. Меня тоже заблокируют. Горлову, потом на канал, на этом, на YouTube-канале Разважаева, на Telegram-канале Разважаева, Горлов меня блокируют везде, что бы я ни сказала. Я не матюкаюсь, я никого не посылаю, я не угрожаю никому. Но, тем не менее, меня блокируют, потому что я говорю правду. Потому что правду никто не хочет слышать. Вот посмотрите, что творят эти не люди. Это, конечно, ужасно все это. Но будем смотреть, как будут разворачиваться события дальше. И хочу сказать, что это еще происходит на фоне тех событий, ужасных событий землетрясения Турции, где уже по определенным подсчетам уже фактически погибло более 60 тысяч человек. И это, конечно, жесть. А у нас в Севастополе, конечно, масштаб начинается такой серьезный. И фактически никто подчеркивает город из Севастополя, пока эта власть находится, не застрахован, что кто-то не приедет вот так и не снесет их ни дом. Кто следующий?